Прогнозы аналитиков, свежие данные о состоянии рынка труда США и новые заявления членов ФРС – все это сегодня влияет на движение фондовой Америки. Самое главное уже собрали для вас наши аналитики. Это свежий обзор рынка США. Здравствуйте! Экватор торговой недели топовые индексы США провели, как и предполагал премаркет в красной зоне. К звонку о закрытии бирж промышленный дуо потерял 0,5% в весе. Технологичный NASDAQ упал на весом 1,25%, а эталонный S&P 500 снизился на 0,72% и торговался на высоте 4274 пункта. Что касается сегодняшнего премаркета, то его биржевые топы провели, демонстрируя довольно низкую динамику. Индексы сначала теряли, а потом восстанавливались шагом от 0,1% до 0,2%. Таким образом, в перспективе дня движение S&P очерчено в границах значений 4250 и 4340 пунктов. Публикация протоколов ФРС в среду не принесла рынку акций впечатляющих новостей, но и не избавила от тонкого ощущения, что процесс повышения ключевой ставки далек от завершения. Уже сегодня, ознакомившись с материалами, экономисты дают разные прогнозы. Одни отмечают, что инвесторы, надеющиеся на сильный поворот ФРС в сторону смягчения, бредят, поскольку рост цен опережает действия Центрального банка. А другие утверждают, что председатель ФРС Джером Пауэлл должен пойти дальше и шокировать рынок, чтобы укротить инфляцию. В свою очередь Банков Америка считает, что протоколы последнего заседания ФРС предполагают, что Центральный банк США может повысить реальные процентные ставки как минимум до 4%. Тем временем, индекс доллара США сегодня продолжил рост. Актив прибавлял шагом в 0,17% и торговался на высоте 106.70. Фактически, USDX продолжает топтаться в довольно узком диапазоне между значениями 106.20 и 106.90, и пока перспектив выйти за границу, этих значений у индекса недостаточно. Что касается торгового диапазона на день, то он для USDX остается неизменным 106.50 – 107.20. Индекс доллара в четверг завис вблизи самого высокого уровня за последние три недели. Причина – заявление представителей ФРС о готовности повысить процентные ставки до ограничительного уровня, чтобы существенно снизить инфляцию. Июльские протоколы Комитета по операциям на открытом рынке показали, что участники думали, что в какой-то момент, вероятно, станет целесообразным замедлить темпы роста при оценке влияния более жестких финансовых условий. Так говорится в примечании от экспертов Goldman Sachs. Однако американские политики не дали конкретных указаний относительно будущего повышения ставок и заявили, что решения по ставкам будут приниматься на основе поступающих экономических данных. В настоящее время рынки настроены на повышение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре, а некоторые спекулируют на более значительное повышение сразу на 75 базисных пунктов, ожидая, что ставки достигнут пика в районе 3,7% и останутся на этом уровне до конца 2023 года. Уже сегодня свежая статистика с рынка труда показала, что количество американцев, которые подали новые заявки на пособия по безработице, их число снизилось на 2 тысячи до 250 тысяч на неделю, что значительно ниже ожиданий. Эксперты предполагали, что будет 265 тысяч. Отметим, что кроме свежей статистики, сегодня уже после звонка об открытии бирж, инвесторам предстоит оценить еще данные о продажах жилья и свежих выступлений спикеров ФРС. Что касается долларового дуэта американского и канадского, то котировка сегодня фактически застряла во флетовом движении. К моменту подготовки материала актив менялся шагом от 0,04% и торговался на высоте 1,2912. Торговый диапазон для пары очерчен в диапазоне 1,2846-1,2940. После волатильных нескольких дней луни сегодня фактически топчутся на месте. С одной стороны, на актив давит доллар-убежище, с другой КАДИ вполне могут сегодня поддержать нефтяные котировки. Стоимость черного золота сегодня восстанавливает потери предыдущих дней после того, как глава ОПЕК заявил, что мировые нефтяные рынки могут столкнуться с сокращением предложения и устойчивым спросом. При этом данные энергетического агентства показали, что запасы сырой нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 7 млн 60 тыс. баррелей, в то время как экспорт достиг рекордного уровня, а спрос на бензин поднялся до самого высокого уровня в этом году. Что же касается предложения, то здесь инвенторы балансируют между постепенным увеличением добычи в России и запретами Европейского союза на поставки российской нефти по морю в декабре и на импорт продуктов в начале следующего года. В последнее время нефтяной рынок также находится под давлением на фоне усилий по возобновлению ядерной сделки Ирана, которая может увеличить экспорт иранской нефти примерно на 2,5 млн баррелей в сутки. Что касается криптовалютного рынка, то биткоин все еще продолжает топтаться на месте. Актив в рамках примаркета снижался, но ближе к открытию торгов начал прибавлять шагом в 2,34%. Цифровое золото к моменту подготовки материала торговалось на уровне 23 458 долларов. Важных новостей в криптовалютной сфере сегодня нет. Что касается торгового диапазона, то для биткоина он очерчен в границах значений 22 800 и 23 800 долларов. Если же выступления членов Федрезерва позже вечером смогут успокоить рынок и вдохновить рисковые активы на очередной ралли, то вполне возможно, что цифровое золото вырастет до 24 200 или даже до 24 500 долларов. Таким был взгляд на торговый день от наших аналитиков. Мы желаем вам прибыльных сделок и продолжаем следить за главными событиями на рынках. Больше новостей в следующих выпусках. Ну а до тех пор всем успешных торгов и до новых встреч на нашем канале. Увидимся завтра! Субтитры создавал DimaTorzok